Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин, а это сотая серия Ведьмачка 3 Дикая Охота. Прикиньте, уже соточка. Сто серий подряд дядька Геральт вместе с нами ищет цирилочку. Я в шоке. Пока я проходила Ведьмака, на канале столько всего поменялось, столько изменилось. Но что-то осталось прежним. Это прохождение Ведьмака. Так, тут какие-то следы. Найти мелюзину в пещерах. Знаете, что еще вспомнила? Вы писали мне в комментах о том, что Йорунда нельзя никак спасти, а потом кто-то ответил, что можно. Я решила посмотреть. Да, действительно, Йорунда можно спасти, если мы будем проходить квесты в разбросанном порядке. Вот я только не помню, как именно. По-моему, нужно сначала сходить будет на выбор Ярла. А потом уже вот по этому квесту пойти. Там, где Йорунд. И тогда, типа, он останется злой. Все. Больше никто не хочет напороться на меч. Так вот, а останется Йорунд жив, потому что... То ли брата одного не будет, он умрет. То ли с батичем что-то будет. Вот я не помню. В общем, есть такая возможность. Но когда первый раз проходишь, как это все определить, этот порядок квестов и так далее, это сложно. Поэтому будь как будет, так уже получилось. Это, наверное, не из. Какая-то тварь уронила его с большой высоты. А значит, Брит не обманывала. О, она, по-моему, другой раскраски такая. Да. Изумрудно-красная. Ставим Акси. Ой. Ой. Арбалет. Ой, а куда ты стреляешь, Геральт? Ха-ха-ха. Все? Что за бред? А как мне потом подняться? А. Ага. Ага-га. Я почему-то думала, что трофей тут. Показывала вниз. Все? Виниталя комедия. А как мне залезть обратно? Можно как-то забраться? А вот здесь вот такая вот тропиночка. Нет-нет-нет. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну вот все же было хорошо. Все было так прекрасно. Может как-то вот тут получится подняться. Оп. Давай-давай-давай. Хорош. Фух. Где тут ее шметки? Можно, в принципе, было бы пойти через пещеру, вернуться обратно, пройти весь путь. Хорошо хоть тут получилось забраться. Получить вознаграждение. Ага. А как мы можем отсюда выбраться? Вот это вот в сторону, а потом к сторожевой башне. Это типа тропинка? Ой, а что такое? Лед исчезает. Тихо. Хорошо не помер. Все, теперь бежим тупо по тропинке к месту быстрого перехода. Какой-то странный был бой с этой сиреной. Очень. И даже не показали, как она выглядит спереди. В эту сторону. Да, мы тут скоротку открыли. Где она тут? Ага. 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 Перемещаемся. Хотя, знаете, так странно, почему брат не поверил своей сестре, с учетом того, что у них куча сирен везде в округе. И он так насмехался с того, что она сказала, мол, совсем дурочка. Странный ты, брат. Мастер-мастер-ведьмак. В пещерах на побережье поселилась старая эхидна. Я ее убил. С трудом. А значит, Брит говорила правду. Нильса похитила чудовище. Неужели? Я убила его. Тело лежит в пещере. Я должен за ним сходить. Ты скажешь, Брит, что стало с ее женихом? Сам ей скажи, хорошо, я ей скажу. Блин, я не знаю. С одной стороны мы можем взлетать, сказать. А с другой стороны пусть он сам ей говорит. Ты сам должен с ней поговорить. Ей понадобится поддержка брата. Да. Не умею я с ней договариваться. Но ты прав. Я сам должен это сделать. Мозги в ключи. Глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверил. Возьми вот. Ты заработал. Бывай. Восстанавливай отношения адекватно со своей сестрой. Дурила. Заказ пропавшей жених готова. Купец. Дьявол, ты не похож на любителя поторговаться. Покажи, что у тебя есть, там и посмотрим. Да не буду я с ним торговаться. Еще чего. Мы сейчас его просто обанкротим и все. Зачем мне столько рубашек? Он хотя бы одну. Блина, топоры продать. Все. Все. Семьдесят пять, тридцать. А за двадцать один ничего нельзя. Ладно, за двадцать один. Там не можем, тут можем продать. Одну за шестнадцать. Вот эту можем продать. Все. Да, торговаться мы не будем. Бывай. Текс. Ставим задания. Как я и говорила, дополнительные. Сначала королевский гамбит. Где тут переход? Я уже забыла. Сейчас бы побежала в другую сторону. Да, е-мое, вот сюда. Куда нам тут? О, как далеко. Как это нельзя? Сейчас, сусоро. На всякий случай сохраняемся. Но я уже высказывала свою позицию в следующей серии. Стражник увидел вас с башней. Меня послали открыть вам ворота. А почему они были закрыты? Это знаменитое гостеприимство жителей Скеллиги? Такова традиция. После пиршества ярлы выберут короля. А значит, двери должны оставаться закрытыми. В крепости могут быть только сыны и дочери Скеллига. Так, может я позже зайду? Ну, давайте вот этого спросим. Крах сделал для меня исключение? Все знают, что ты сделал для Керис и Хьялмара. Сегодня ты один из нас. Спасибо. Приятно. Прошу за мной. Крах ждет. Так вот, в предыдущей серии... Что ж такое? Слишком спокойно. Это как? Знаешь, есть у нас такая поговорка. На добром перу кровь и мед льются одинаково. Сейчас они поговорят, я вам скажу. Наверное, считается варварством. По мне лучше так, чем скучные банкеты и дворцовые интриги. О, сука. Прошу за мной. Так вот. Я буду голосовать за девчулю, потому что она, по сравнению со всеми, самая лучшая. Она ответственная, уверенная. Она не вспыльчивая. Но одновременно с этим она очень такая... Ну, как... Не знаю даже, как правильно сказать. Мужественная. Но еще и вместе с этим разумная. Ты должна меня поддерживать, а не отбирать у меня союзников. Если кто из анкрайтов и наденет корону, то... То это ты? Потому что у тебя борода на рожи растет. Вот как у тебя вырастет, может, тогда ярлы и тебя послушают. Хочешь получить? Помнишь? Последний раз я тебя победила на кулаках. Да, а может, идем сразимся с Вильдкарлами? Интересно, у кого лучше получится? У тебя или у Хьелмара, у Смирителя Великанов? Хватит выделываться! Блин, он вообще на 23 года не выглядит. Посмотрите на него. Эй! Пес, я кровь! Так ты тоже пес, получается. Нехорошо все вышло. Я знаю. Ты же сам видел. Она ведь такая... Такая... Какая? Упорная, самовлюбленная. Не хочет никого слушать. Такая же, как и ты. Ой, ты прав, Армвальд. В этом ухо сзади сидит. Я не вижу краха. Он с ярлами? Нет, ушел в свои покои. Наверное, готовить тебе обещанную награду. Послушай, ведьмак, а ты не хочешь сразиться на кулаках с Вильдкарлами? Размять кости с дороги. Может, позже. Ну, что вы, мой бог, будете делать, когда переведутся все Василиски, Леши, Вильдкарлами. А, можно сейчас подраться? Блин, отсюда бледнородный. А-а-а. Я бы свернул тебе шею голыми руками. И костюмчики. Ха-ха, прическа топ. Ой. Сори. Так мы тоже сейчас будем драться? Ну-ка, глянь. У меня все зубы целы. Почти. Неплохо тебя отделали. Что, смеешься? Тебе бы тоже наваляли. Сомневаюсь. Да? А что скажешь про такой заклад? Если положишь кого-нибудь из Вильдкарлов, получишь мой меч. А если закончишь, как я, простишься со своим. Вильдкарлы? Кто это? А-а-а. Дикари. Живут в горах. Они пастухи? Поэтому у них такие странные прически. Только без овец. Живут боями, едят только то, что добудут на охоте. И дерутся, как никто другой. Идет. Идет. Можешь уже прощаться со своим мечом. Не дели шкоры неубитого медведя, волк. Фу. Посмотрите на его соски. Я слышал, вы хотите помериться силой на кулаках. Так, если дернуть, то все. Нет. С нами никто не сравнится. Мы хотим бить. Бить, пока наши кулаки не покраснеют от крови. Перейдем к делу. Охотно. Какие-то они все одинаковые. Ты будешь молить о смерти. Рви его. Ой. Хорош, давай, 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 Геральд, давай, е-е-е-е, бой! Тьфу, хорошо бьешь, сильно! Еще за засок дернул, чтобы это колечко вырвать, да выделывался? Ну и драка, ты ему так морду начистил, что я диву даюсь, как у него мозг ушами не вытек, заклад я проиграл, но ты такое зрелище устроил, что я не жалею, вот, пусть он тебе служит Какой-то классный меч Стальной меч Хьялмара, дополнительный урон 53 И 2 дополнительного процента за смертельный удар по человеку, реликвия Ну я буду ходить с нашими школы кота Еще с кем-то можно подраться Еще раз ему начистить? Ой-ой-ой Зажали, зажали, давай Ну-ну-ну-ну Давай-давай-давай Хорош Ой, трусишки было видно Сколько раз нам нужно ему начистить? Ну давай, зови следующего Я пока разогреваюсь Что, транса раскателось? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу Растоптать! Давай, тихо! Хорош Давай-давай-давай Зажали Зажали Тихо Держимся Е-е-е Второй пошел Ну да-да, конечно, конечно Так Два пропустила Три Так Четыре пропустила Хорош Хорош Давай-давай-давай-давай-давай Окочурься уже Ля, он крепкий Крепыш На соски кольца нацепил Все А что такое? Е-е-е Кто следующий? Выходите на арену А что там? Сильных нет, что ли? Ты не уважаешь наших обычаев Ты И Ты Я Я так нам сюда давайте еще пройдемся по залу не уход тут никаких больше открытых вопросов не осталось эти дальше дерутся будут знать что связь маками лучше не разбираться особенно с геральтом приветствую бирна пир тебе не по вкусу это не пир а ярмарка тут торгуют голосами словно овечьими шкурами сванриги не собирается бороться за поддержку сын брана не будет торговаться за корону которая ему принадлежит из того что я слышал короля должно определить голосование такова традиция но не всякая традиция хороша забота об островах должен взять на себя один рот так а если он король никудыш не неважно типа все равно один определенный рот и пусть себе правят даже если плохо так и понимаю ты имеешь в виду определенный рот бран был лучшим королем которого видели острова скеллиги за много веков сванриги его кровь от крови а значит ему должен перейти трон ага а насколько мы помним из записок бран был лучшим королем потому что он нихрена не делал уплывал а когда приплывал устраивал перыть и все бухали нажрались и за это они его любили все что плохого в выборах короля выходе послушай и поймешь кандидаты уже раздают земли обещают привилегии титулы судебные решения как уличные девки что задирают платье перед каждым прохожим король по выбору не властитель а должник пора с этим покончить и для начала посадить на трон первородного сына брана надеюсь ярлы поймут мудрость этого предложения и покидаешь к эр трон завтра чуть свет приятных развлечений мастер ведьмак нам просто про ее сына особо ничего не рассказали даже нужно заходи я ждал тебя как тебе пир а лучше чем эти ваши баллы на большой земле выпивки так точно больше а как чего я только не выкатил из погребов полуторалетние меды центрийская сливовица махакамский спирт который обжигает глотку как кипяток анкрай ты знает что такое гостеприимство да уж видимо гостеприимство у каждого своем что-то мне подсказывает что твое гостеприимство не совсем бескорыстно ну да не совсем на островах поддержку добывают не только мечом еще и медом и мясом если так за результаты голосования ты можешь быть спокоен спокоен я буду завтра когда кто-то из моих детей наденет корону о чем ты говорил сберной о политике и и больше ничего не интересует она хотела чтобы я ради памяти брана запретил своим детям думать о короне и поддержал сванриги тоже это не согласен такое себе мало того я выгнал ее за дверь что за бред давайте сделать это у спросим ты не разрываешься между хьялмаром и через смысле есть ли у меня фаворит не они разные как огонь и вода но в обоих течет кровь анкрайтов так между нами хьялмар не слишком порывист для короля зависит от того о каком короле ты говоришь если про того что засылает послов двигает флажки по картам и долго рассчитывает выгоду туда он слишком порывист но скеллиги хочет иного властителя такого что утопит нильфгард в крови который скорее прыгнет вагон чем сдастся а в этом весь хьялмар если вы продолжите набеги эмгер окончательно разъярится вы можете об этом пожалеть мы на скеллиги не знаем что такое мир любой ценой думаешь совет ярлов посадит на трон женщину спроси ты меня об этом пару месяцев назад я бы засмеялся но но теперь я вижу и не я один что у керис есть кое-что что на островах встречается так же редко как жаркое лето терпение да она умеет терпеть ждать она другая а думает взвесит за и против но как начнет действовать то нет такой силы чтобы ее удержала обещал мне награду за помощь твоим детям и сдержу обещание прошу это безделушка в моем роду много поколений и за то что ты помог сохранить продолжение рода я отдаю ее тебе безделушка и меня себе работа спасибо уже два меча есть у вас кричат да не может быть он вообще непосходящий вариант должно быть явно устроил какую-то свару это не я уйдем куда здесь взялся медведь стоп-стоп против диких животных вот против зверей масло но сюда запустил медведей еще потанцуем жесть неожиданно я думаю чаш замок ходором ходит и кто это устроил это наверно вот это вот женщина которая собралась уезжает нужно остановить крот отец отец возьми плащ держи сын и выберешься как меня акула однажды кальберн да он уже все да крах откуда взялись эти медведи а отвечай как ты говоришь с моим отцом убери медь щенок не то крах тоже лишиться сына оскорбил меня лугас а теперь угрожаешь моему сыну я тебе этого так не доставлю ну так иди давай я забью тебя как бешеного пса тихо тихо довольно уже пролито крови кто-то привел сюда медведей чтобы они убивали наших сынов и братьев мы не сможем вернуть их жизни но мы можем и на это женщина сто процентов этот груз ложится на хозяина и его детей капец сына ее здесь не было ее тоже не было она его отвлекла разговорами он его быть виновных анкрайде найдите и убейте иначе ваш рот будет проклят до сотого колена кто-нибудь видел откуда эти медведи взялись это неважно я уже знаю где искать виновных в смысле как погоди ты с ума сошел ты хочешь зарубить кого-то прежде чем мы узнаем что случилось на самом деле узнавай себе что хочешь а я пока смою позор с нашего рода так если эти люди невиновны ярды тебя уже не слышит перестань играть в герои и подумай речь идет о нашей чести и меня вообще слушаешь впустил сюда этих медведей ответ на вопрос кто за этим стоит находится в этой зале я помогу тебе кирис я поеду с хелмером я помогу кирис потому что она умнее чем он она не вспыльчивая она разумная ты прыгала кирис я помогу тебе спасибо до встречи я вернусь с головами предателей я останусь здесь кто-то должен всем этим заняться позвать знахарей выдать тела родичам волк спасибо тебе блин а с другой стороны надо было наверно с ним отправиться чтобы он что-то похожее не натворил что не увижу откуда взялись эти медведи люди смеялись ели пили и вдруг началась резня все стены в крови что происходило сразу перед резней молодой луга споспорил что выпить бочку пива залпом влез на стол схватил бочонок пшеничного из центры и начал хлобыстать котык ходил у него туда-сюда как поплавок он надулся покраснел но пил люди стучали кружками и кричали луга с луга с и тогда с другой стороны залы пошло такое рычание что мы обернулись как по команде кормчево они уже там те что были ближе всех не успели даже выхватить мечи их разорвали на кусочки мы отомстим за них я обещаю кто погиб дрога дар драйк бонгу луга синий хальберн отрик долго перечислять говорят ты и лугасу помогал как мне схемам теперь выживших кандидатов на корону можно пересчитать по пальцам ты ялмор с ванрии что ты хочешь этим сказать и все хватит разговоров надо осмотреться дай знать если что-то найдешь я поговорю с остальными может кто заметил больше чем я блин и теперь жалею что я не пошла с ялмором это брось а вот он он не пошел никуда следы как тени зубов переломы трудно сказать отчего номер дела говорит богов конечно может быть здесь и в каких-то банках бочках было зелье оборотное это не медведи а люди ну ладно что у нас тут голова медведя на язык короткий как у человека из пасти несет медом и чем-то еще чем-то землистым медведи любят мед но только свежий странно очень странно что-то подмехом татуировка в виде медвежьей лапы старый шрам со следами швов голова медведя это мы смотрели из пасти ну вроде бы все отойти получила век полу медведь существо вроде ликантропа но сейчас не полнолуние значит обращение вызвано не луной может он съел что-то или выпил мед с каким-то землистым запахом нужно проверить рога и кружки это вот женщина наверное знала что тут будут такие люди которые могут превращаться и она добавила это в алкоголь обычные люди его просто пили с ними точно вы ничего не случилось а вот с ними да у каждого стола стояла чаша в этой был мед только мед так вот рек лера такой молодой парень до всех жалко дрога дар с кольцо я уже спел молодой лугас медведи застали его врасплох он ничего не успел сделать жалко так мишку я изучить не могу а вот еще тело так изуродованы что трудно сказать кто это может стендер сколько ран неудивительно что хальберный стек кровью может быть вот этот вот последние этот землистый запах какие-то грибы чаша пустая но запах остался бежим он есть где-то еще в этой зале вот рог есть мед какие-то грибы и человеческая кровь получается в одном бочонке был вот это вот зелье один стражник видел что случилось это были не медведи а какие-то люди которые обратились в медведей берсерки берсерки так скальды зовут воинов которые в полубое могут превратиться в зверя это сказка легенда но все совпадает правда на вот только здесь был пир они поле боя я кажется знаю что вызвало превращение мед который они пили понюхай в мед добавили кровь и что-то еще кажется какие-то грибы но я их не узнаю думаю нам поможет хьорд он в растениях лучше всех разбирается ну давай спросим так ну чё побежали за кирис где она тут позор ничего подобного не было со времен красной дризны и даже тогда меньше людей погибло и ни одного сына я фрея мать наша сделай так чтобы море поглотило предателей фрея госпожа наша я не помешаю тебе в молитвах ты уже помешал в чем дело в одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще каких-то трав или грибов кирис говорила дай рок капец сена нерва я знаю этот запах мардриум эти грибы как-то связано с берсерками да но только в сказках которыми убаюкивают детей в холодную зиму дай то что в зале произошел тут уже сказка войны которые ели мардриум должны были в приступе боевой ярости превращаться в зверей но как я сказал и легенды знаю легче поверить в них чем в то что медведи появились из ниоткуда кирис не ошиблась и разбираешься в травах да особенно в тех которые влияют на разум успокаивают вызывают сон без сновидений у дали река страдал долгие годы я пробовал помочь ему разными способами сперва молитвы потом маковым молоком но теперь то оно ему не нужно все не так просто но он понемногу от выкнет да вы писали что с ним будет все хорошо мардриум не встречал этого названия на большой земле их называют иначе веселушки кажется да припоминаю крестьяне едят их чтобы притупить боль у дали рек тоже их пробовал но только пару раз потому что в больших количествах эти грибы вызывают видение кошмары но да это последнее чего у дали реку не хватало спасибо за помощь кровь и мардриум вкус человеческого тела и гриб который вызывает видение это могло вызвать приступ гнева а возможно и превращение ну да как будто они на битве но я не верю что мёд отравили здесь в зале при стольких свидетелях ты прав я помогала готовить пир я бы заметила возможно это случилось прежде чем напитки принесли в зал еще в погребах ведем мы найдем какие-нибудь следы идем керес быстрее пожалуйста так мужики не нагнетайте пожалуйста обстановку давай 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 вперед 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 бежим если мы быстро не найдем виновного воины возьму дело в свои руки замок уже гудит как улей думаешь они открыто нападут на краха или друг на друга в лучших традициях скельге ой давно у нас не разбилось и гражданской войны да я знала что что-то случится было слишком спокойно забавно арнвальд тоже так сказал на добром перу и мёд и кровь должны литься струей его очень надеюсь что хьялмар сейчас тоже делает что-то полезное они просто ищет драки спокойно он вспыльчив но не глуп я да мы храним на той стороне погреба внизу идем я покажу так вроде тут ничего не пахнет я рядом какое облегчение ну и вонь это что водка наговорила кровь и грибы интересно можно ли узнать откуда родом эта бочка выглядит она также как и стальные что за спирт но они тяжелые мы их не сдвинем я не собираюсь их двигать идем кто-то нас хотел убить может быть мы едва не сгорели заживо вот это вот очень хотел завершить женщине прислуживает тот который нас провел в зал этот проход тайны скорее редко пользуемся когда мы с ялмаром были маленькими это место блин а не чё что я только одну бочку изучила нет я немного расстроена дай мне только добраться до этого пиромана дай подумаю они должны были войти там же где и мы может там остались следы возможно когда дверь захлопнулась и рванул огонь ты слышала как взорвалась бутылка нет но у меня не такие тонкие чувства какой ведьмака ты наверное слышишь как у меня волосы растут я стараюсь не прислушиваться на жопе блин вход и правда стоит осмотреть так ладно побежали куда он там делась вот это вляпался в разлитый мед и оставил следы конечно же да нас наверно за за прислужник он прислуживает той женщине лет обрывается по еще другие следы могли чувствовал как одежда порвалась но слишком спешил что это обрывок ткани нет не может быть причем арнвальд только он такое носит ты уверена я видела его в главной зале со слугами пойдем больше никаких у улик нет то мало ли вдруг это не он как например было когда мы искали убийцу который напал на пресциллу смотри бери коня мы догоним его капец акшон а кирис так постараюсь что он послушает до него только достать так постороне канале шансов народ и что у вас смотрим Ну, я почти догнала Я надеюсь, я его не убила? Нужна стабильность Сильный король А не такой, которого выберет толпа пьяных ярлов Интересно Чё за бред? Да Не умеешь ты врать, Арнмальд Ей-то это зачем? Как зачем? Она всё это устроила, чтобы избавиться от других кандидатов И очернить наш род Сучка, ну это нельзя-то Получилось Сванриге остался бы единственным претендентом на трон Скеллиге Так Все почти мертвы Всё, три человека осталось Но не считая этого Сванриге, два Вот она Её надо наказать А она-то завтра отплывает У тебя есть доказательства? Твоего слова против слова Бирны может не хватить Арнмальд Помоги нам И я попрошу отца, чтобы он даровал тебе почётную смерть У меня есть её письма Она писала, как отравить мёд Но там ни подписи, ни печати Какая она мразота Это не честный ход, чёрный Думаешь, этого будет достаточно? Надеюсь Ладно, надо поторопиться Пора созвать Ярлов Надеюсь, они нам поверят Я созвал совет Ярлов По твоему требованию, Керес Ты утверждаешь, будто знаешь, кто стоит за резнёй в Каэртрол Она ещё не уехала Говори Кто пролил реки крови сыновей и дочерей Скеллини? Бирна Бран А сын не знал Ты думаешь, тебе кто-нибудь поверит? Это ты приказала подать отравленный мёд Берсеркам Что? Не я распоряжаюсь слугами в Каэртрольде Пир устроил твой отец Он приглашал гостей Блин Я надеюсь, он нас не подведёт Она говорит правду Это Бирна велела отравить А когда Керес и ведьма Твари Зашли в подбол И предал нас Род, который тебя кормил Люди Это же слуга Анкрайтов Он будет говорить, что ему прикажут Даже если ему придётся заплатить за это головой Верно говоришь Арнвальд служил в Каэртрольде Сколько я себя помню Как верный пёс Я могу подтвердить слова Керес Ты? Ещё один Крайтов прислужник Могу представить Как Керес склонила тебя на свою сторону А может, крах просто заплатил, чтобы ты меня чернил? Какая нам разота Это ужас После того, что я видел на Спикероге Я верю ведьмаку Больше, чем тебе Это твоё право Но это не доказывает моей вины Есть ещё одно доказательство Я надеюсь, ему хватит этого доказательства Вот письмо Я изменница? Не смеши меня Ирна права, Керес Этого недостаточно, чтобы доказать её вину Хьялмар тоже не представил ничего, что могло бы обелить имя вашей семьи Остаётся одно Кольгер, Лугас Пора покинуть этот проклятый замок Нужно решить, какое наказание ждёт Ротан Крайден Вы совершаете большую ошибку Молчи, бродяга Стойте Мама Ты сказала мне уйти перед пиром Зачем? Сынок, не сейчас Зачем ты это сделала? Откуда ты знала? Откуда? У меня аж мурашки бегут Молчишь Вы не поверили Керес Вы не поверили ведьмаку Но сыну, который обвиняет родную мать Вы должны поверить Я от него такого не ожидала, он красавчик Это лесня, тело её рук Она опозорила себя, меня, весь клан Сванрике Я сделала это для тебя Только для тебя Значит, ты признаёшь свою вину А, или она с ним так договорилась Я возвращаю доброе имя роду Анкрайден А тебя, пирно Приговариваю к смерти Ты будешь прикована к скале Умрёшь от голода и жажды А твои останки Расклюют чайки Или она с сыном так договорилась Что типа Не знаю Скажешь, что я виновата И тебя потом выберут на выборах Потому что она такая прям отбитая на голову Или же всё-таки этот сын действительно Адекватный Мужчина Честный Я знал, что бирно стремилась к власти Но чтобы пойти на такое Что теперь будет со Сванрике Он утратил дом Имя Честь Его ждёт изгнание Или смерть Ну блин, а он при чём Ещё раз спасибо, Геральт Ещё раз не за что Оставь уже скромность В конце концов ты на земле героев И пусть этот подарок Тебя об этом напоминает А теперь Я еду под Гиденейд На совет Ярлов Пора назвать короля Как думаешь, на кого пойдёт выбор? На Кирис А едешь со мной, сам всё увидишь На нашем совете может присутствовать каждый А если этот Ну С удовольствием это типа сейчас? Ладно, с удовольствием Не откажусь Тем более у меня есть свой фаворит Я так и думал Ну пойдём Блин, надо было позже присоединиться Тут же не сохранишься никак Пока идут катсцены Можно сохранение сделать? Нет Ну выберут Кирис И мы за неё тоже будем голосовать Недавно мы вернули морю Брана Но сегодня Тризна кончается Можно на превьюшку взять? Сегодня По воле богов и кланов Ступит на трон Новая королева Воздадим ей честь Не, она смотрится в роли королевы Очень хорошо Серьёзная Уверенная Терпеливая Она этого достойна Я знаю Не все хотели видеть меня в короне Я благодарю всех Кто был за меня Здесь Под священным дубом Клянусь, что буду доброй королевой для всех Я надеюсь, на скеллиге воцарятся мир и достаток И вы Поможете мне Исполнить эту мечту Кирис! 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 Ой, лос недовольный Ой, кто-то хлопает в одиночку Кирис! 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 Наверное, можно с ними как-то ещё поговорить Давайте отойдём Класс-серия просто бомбическая Мурашки по коже бегут от каждого шага Ну, хорошо, что мы смогли разгадать Надеюсь, с Ялваром всё будет в порядке У нас ещё какое-то задание Это, наверное, Лугос Надеюсь, ребята, вам понравилось Потому что мне очень отличная сотая серия Все благословения находятся в описании Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, жмите колокольчик Комментируйте Всем до встречи в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok